День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Да, и снова доброе утро, Александр Шунин, Маргарита Трояновская в студии. И с нами на связи, как обычно, в половину девятого по понедельникам. Это давно стало хорошей традицией. Инга Васильева, представитель бюро вакцинации. Инга, доброе утро. Здравствуйте. Прекрасно слышно, прекрасно видно, связь установлена, пора общаться. Итак, последние сообщения свидетельствуют о том, что на этой неделе пожилые люди смогут вакцинироваться без записи, да? Да. Так ли это? Какие-то подробности последуют? В принципе, нет. В любой из больших вакцинационных центров можно приходить, опять-таки, со своими документами и принимать вакцину, в зависимости от того, который в наличии. На этой неделе мы до сих пор будем вакцинировать только двумя вакцинами. Это Pfizer и Moderna. Только в некоторых вакцинационных пунктах еще сохранились Янсен. Доставку Янсена мы ждем к концу недели. И уже на следующей неделе, опять-таки, будем предлагать три вакцины. Moderna, Pfizer и Janssen. А в целом, ну, за прошедшую неделю, как темпы вакцинации? Они продолжали увеличиваться, стагнировать? По сравнению с предыдущими неделями, мы видим, что немножко, немножко, как говорится, первый шажок уже идет в сторону повышения темпов. Он, как бы, в принципе, такой незаметный, но, в принципе, наконец-то эта тенденция появляется, да. Так что можем сказать, что мы очень надеемся, что самые низкие показатели недостигнуты, и теперь нас ждет только возрастная линия. Ну, мы предполагали, что это связано как-то с хорошей погодой, когда рекордная жара, и море тоже то прогрелось, то не прогрелось, и все ездили на пляжи. Мы связывали это со снижениями, с уменьшениями темпа вакцинации. Прошлая неделя была более прохладной. И вот, смотрите, вы говорите о том, что, а, вроде как, какой-то рост наметился, и осталось посмотреть, как пройдет эта неделя. Опять же, согласно прогнозам синоптиков, снова нас ждет хорошая летняя погода, и, как обычно, говорится, возможно, последняя в этом лете, этим летом. Да, насчет погоды, конечно, мы еще посмотрим, но, да, опять-таки, что касается жары на этой неделе, еще раз и еще раз хочется напомнить тем, которые, ну, собрались в эту жару на вакцинацию, все-таки, во-первых, оценить свое состояние здоровья, свое самочувствие, потому что самочувствие в этом жаре – это самое главное. Если вы чувствуете, что, как бы, у вас самочувствие не из лучшего, лучше остаться дома, созвониться уже с вакцинаторами, и перенести вакцинацию, если она у вас по записи на более уже такую прохладную погоду? Вы упомянули, что сейчас в основном две вакцины используются – это Pfizer и Moderna, но для подростков пока подходят от 12 лет и старше только Pfizer. Но вот недавно Европейское агентство лекарств порекомендовало Moderna для использования и детей старше 12 лет. Будут ли прививать в Латвии? Когда это будет? Как? Да, это решение Европейское агентство приняло в пятницу, в пятницу также оно было озвучено. Сегодня у нас собирается наш совет по иммунизации, наша рабочая группа по вакцинации, и мы думаем, что завтра или послезавтра мы уже начнем вакцинацию подростков 12+, с вакциной Moderna. Но, как я сказала, мы еще дождемся решения наших местных институций, и тогда уже мы сообщим точную дату, когда мы начнем. Но это будут в ближайшие дни. Что касается вакцинации более взрослых, скажем, министр образования Анита Мужниц сегодня в интервью латвийского телевидения «Утренняя панорама» призналась, что по-прежнему стагнируют темпы вакцинации педагогов. Какая работа в данный момент ведется с учителями? 1 сентября все ближе, и, в общем-то, сроки выходят последние, чтобы успеть вакцинироваться и нормально начать учебный год. Да, ну, мы можем сказать большое спасибо тоже самому министерству по образованию. Они в процесс коммуникации с педагогами включились довольно-таки активно. Не только с педагогами, но тоже и с руководствами школы. Как вы знаете, на прошлой неделе тоже была встреча и различные мнения по поводу о родбедрии, как это будет на русском языке. Профсоюз педагог, да. Там эти мнения расходятся. Если профсоюз педагогов, они, в принципе, довольно-таки скептически относятся к обязательной вакцинации педагогов, то как руководители школ, их организация, они считают, что это правильное решение. На данный момент мы знаем, что министерство тоже в сотрудничестве с нами организует семинары для педагогов. И также, например, на прошлой неделе тоже в сотрудничестве с этим министерством мы создали такой специальный календарь для педагогов, чтобы они видели и сами могли рассчитать время, когда самый последний момент принять ту или иную вакцину. Потому что действие, это не действие вакцины, а, скажем так, период до достижения полного такого иммунизации, он отличается. Если у Янцина это две недели, если у Модерна это шесть недель, то у Файзера это пять недель. Чтобы педагоги могли точно видеть, когда последняя дата вакцинироваться до 1 сентября и дальше же посчитать, какие будут даты до 1 октября, когда, скорее всего, вступит в силу закон обязательной вакцинации педагогов. Говоря об образовании, оно состоит не только из педагогов, но и из студентов и школьников, которых, ну, банально, просто больше численно. Как предвигается вакцинация студентов? Есть ли информация об этом? Активно ли вакцинируются молодые люди? Вы знаете, конкретно о студентах у нас информации нет. Мы можем судить только по возрастной промежутке 18 до 24 лет. Это, в принципе, юноши, которые учатся в университетах. Это, в принципе, на данный момент одна из таких самых активных возрастных категорий. В возрастной категории в 18 лет достигает вакцинация 45-46% на данный момент. Но на прошлой неделе, например, мы проводили выездную вакцинацию в Латвийском университете. Это было два дня, когда рефлектанты конкретного университета приходили и подавали документы, подписывали договора. Но можем отметить, что активность была не очень высокой. Мы такую возможность предоставили, но за два дня там вакцинировалось не больше 60 молодых студентов. Напомню, мы беседуем с Ингой Васильевым, представителем бюро вакцинации. Скажите, пожалуйста, а есть какой-то предел, напомните, процентное отношение, при котором можно будет нормально осуществлять очную учебу? Ну, то есть, там, не знаю, вот столько-то процентов должно быть привито учителей, чтобы школы работали в штатном режиме. Ну, знаете, это опять-таки вопрос к Министерству образования. Я тоже сегодня слушала то же самое интервью, кстати, о котором говорили. Вы вначале с Министром образования, то есть, Министерство разработало свои такие санитарные протоколы, которые позволят школам работать к латынс режима. Ну, очно. Очно, да, очно. И это будет рассматриваться в Кабинете Министров 10 августа. И, в принципе, только после 10 августа уже можно будет более больше рассказывать о том, при каком режиме будут работать школы. То есть, вот эта цифра появится после 10 августа? Да. Сколько должно быть привиха детей, сколько взрослых, чтобы школы нормально заработали? Да. Но, кстати, что касается тоже школ, мы не можем говорить, что, скажем так, все повальные школы, в школах педагоги вакцинируются, так скажем, пассивно. Например, тоже такой личный пример, когда тоже вакцинаторы из Латгалии нам рассказывали про хороший пример. Да, у Гопилса, да у Гопилска, польская гимназия, где 85% всего школьного персонала, они вакцинированы. Притом это Латгалия, это не Рига. То есть, я думаю, опять-таки, если мы смотрим о школах, то это школа от школы, педагогический коллектив, от педагогического коллектива, они, конечно же, отличаются. Но тоже, скорее всего, вы на прошлой неделе тоже рассказывали, что Рижская дума, как самоуправление, тоже приняла свои такие шаги, чтобы стимулировать педагогов из школы вакцинироваться. У них там свои такие финансовые стимулы. Поэтому, тоже, как сказала министр по образованию сегодня в интервью, это как бы не вопрос каждого из нас отдельно, а вопрос, как мы все вместе можем достигнуть результата. У нас есть звонок из прямого эфира, давайте примем. Алло, доброе утро. Доброе утро. Да, вы в эфире. Задавайте вопрос. Да-да. Хотел бы спросить. Вот человек, я отработал в Бразилию, да. Мы делаем прививку от болезни. Понятно. А вот здесь непонятно, объясните мне, прививку от простуды. Прививку от простуды – это как это? Еще раз. Да, спасибо. Я так понимаю, вопрос философского порядка. Зачем делать прививку от простуды? Наверное, потому что такая простуда, которая убивает и тебя, и окружающих. Бывают такие виды простуды. Инга, у нас есть, не звонок, у нас есть вопрос, пришедший по ватсапу. Могут ли в Латвию приехать люди из других стран и получить прививку? Ну, в принципе, мы, конечно, бесплатно вакцинацию обеспечиваем всех жителей латвийского государства. А что касается из других стран, мы такого не практизируем. Спасибо за краткий ответ. Еще один звонок. Алло. Алло. Доброе утро. Да, у меня короткий вопрос. Я вам честно скажу, разговаривал специально с друзьями в Штатах, сейчас скажу, в Люксембурге и в Германии. Вот там вообще никто не слышит об обязательной вакцинации педагогов. Не знаю, может, у меня неправильная информация, а проверите. Почему мы опять идем в каком-то непонятном авангарде и пытаемся что-то придумать. Вот почему именно мы? Спасибо. Спасибо большое за звонок. Я могу ответить на ваш вопрос. Страна от страны очень отличается. Очень отличается, скажем так, уровень осознания проблемы и уровень вообще такой дисциплины вакцинации не только что касается ковида. Например, в Бельгии у них люди и до сих пор, а уже несколько десяток лет активно вакцинируются от гриппа. В нашей стране от гриппа мы, в принципе, вакцинируемся, но очень так, точечно. Кто хочет, кто не хочет. У нас нет такого регулярного понятия и заботы о своем здоровье. Что касается обязательной вакцинации, как вы знаете, мы совсем не идем в авангарде. На прошлой или позапрошлой неделе президент Франции Макрон вообще заявил об обязательной вакцинации в стране. То есть страна от страны отличается, ситуация от ситуации отличается. Так что, к сожалению, убы или слава богу, мы не в авангарде. Еще один звонок из эфира. Доброе утро. Доброе утро. Вот я хочу сказать, что Европа и вообще мир стал как бы такой страной непуганных ворон. Или, как сказать, необразованных ворон. Когда старшее поколение, вот мы знаем, насколько это были страшные эпидемии, и мы без всякой, без всякого сомнения идем вакцинировать. У меня там и тромбоз, и у меня операция онкологическая сделана, и у меня эмфизема легких. Я вот сделала прививку 23 июля, 10 августа, мне вторая прививка, Pfizer, да. Никаких новых, плохих, каких-то ухудшений, самочувствия я не почувствовала, ничего нового. Что было, то у меня и перед этим было, и продолжилось, и продолжается, да. А у меня вот вопрос. Вот, например, уже же какое-то время делают прививки, да. И вот есть какие-то исследования, вот как она долго, это продержится, вот это вот антитела. Нет еще такой информации. Вот и большое спасибо. Да, спасибо вам. Спасибо за вопрос, действительно интересный. Да, вопрос интересный, но, к сожалению, я не эксперт по эпидемиологии, я не медик. Я на этот вопрос не смогу конкретно ответить, но то, что мы знаем из информации, которая фигурирует в таком публичном информационном поле, и также наши эксперты, конечно, уже появляется звонок, не такой звоночек о ревакцинации, о третьей дозе, но ее, как я сама читала недавно, Ога Домпис, который один из главных экспертов по эпидемиологии, говорит, что она, в принципе, будет рекомендована только отдельным, скажем, людям с какими-то конкретными диагнозами. То есть на данный момент, я вам тоже, опять-таки, могу задавать комментарии, как не специалисты, скорее всего. Ну да, о ревакцинации через полгода, да, идет речь. У нас просто разрывается по обеим линиям. Вторую сейчас примем. Да, доброе утро. Здравствуйте. Да, задавайте вопрос. Да, мне такой вопрос. Скажите, а как у нас идет прививка к тем людям, которые больны с сахарным, диабетом и ВИЧ-спидом, им делают прививки или не делают? Потому что в России, не знаю, было сказано, что, типа, кто болеет спидом, там и не делают. Спасибо. Вы знаете, да, что касается этих диагнозов, они как раз одни из тех диагнозов, при которых очень рекомендуется именно вакцинация против COVID, потому что эти люди находятся в очень большой зоне риска. Ослабленный иммунитет. Да, да, ослабленный иммунитет. И если они, говоря таким простым языком, подцепят COVID, то там могут быть очень плачевные результаты. Поэтому, да, рекомендуется. Это как раз зона риска, которой нужно вакцинироваться. Да. Телефон просто галдит у нас. Еще один звонок. Да, доброе утро. Доброе утро. У меня два коротких вопроса. Ну, во-первых, я понимаю, что люди должны понимать, что нет другого выхода, как только вакцинация. Но вопрос такой. Почему массу медиа и ОСМ не делается ничего, чтобы отбровергнуть ложные сведения? Например? Люди смотрят... Это первый вопрос. Почему нет передачи, скажем, после панорамы, скажем, тет-а-тет, человек, который издал, ну, пустил ложную информацию про вакцинацию, чтобы его, так сказать, оппонент, ну, сказал истину. Ну, и второй быстренький вопрос, что делать с такими, которые покупают сертификат, то есть делают ложную вакцинацию, и таких много, я сама лично знаю, они же портят всю, скажем, статистику, и я, например, не хотела бы сидеть в самолете рядом с теми, которые купили сертификат и не вакцинировались. Спасибо. На самом деле огромное спасибо. Ну, первая часть как-то даже обидно звучит. Все-таки стараемся в конце концов. Да, ежедневно конкретно радиоблоком Микс Ньюс работает над тем, чтобы давать именно проверенную информацию, что касается и пандемии, и вакцинации, но про сертификаты. Про сертификаты поддельные, да. Инга? Да, кстати, я отвечу коротко на первый, на второй вопрос. Первый вопрос. Например, завтра с 12 до часу на Фейсбуке Министерство здравоохранения, и мы очень надеемся, мы разослали все масс-медиа, что тоже на всех больших порталах, и не только на порталах покажется. У нас будет такой семинар, где мы будем задавать самые распространенные вопросы про ковид, самые распространенные мифы про ковид, и на них будут отвечать наши все знаменитые эксперты. Потом эта запись будет доступлена в архиве. И, кстати, в августе мы похожий семинар будем делать тоже на русском языке. Мы очень надеемся, что Радио Блатком как-то там тоже поможет с информацией. Но что касается второго вопроса, да, что касается второго вопроса, любые действия, которые касаются, ну, таких, как вы назвали, покупки сертификата, это, в принципе, это преступление, и оно наказуемое преступление. Скажем так, сам сертификат, если вам кажется, что вы можете его где-то как-то купить, его невозможно технически подделать. То есть QR-код, он индивидуален, его подделать невозможно. Что касается других вариантов, когда, ну, скажем, пытаются купить сертификаты через врачей, у всех врачей есть инструкция, как действовать в данной ситуации. То есть там сразу нужно обращаться в государственную полицию и в КНАП. То есть, что касается этого, это преступление, которое наказуемое преступление. Спасибо. К сожалению, время подходит к концу. Еще один вопрос быстро из интернета. Можно ли иностранцу, ну, в продолжение предыдущего, можно ли иностранцу в Латвии купить вакцину и привиться? И, я так понимаю, вакцины не продаются? Нет, вакцинация в нашей стране, она бесплатная. И купить вакцину у нас, в принципе, невозможно. Но так как я, у меня есть еще одна секунда эфира, я тоже всем слушателям могу сказать, что с сегодняшнего дня можно вакцинироваться и тоже в нашем большом центре Икеа. То есть мы распространяемся, опять-таки, идем дальше и больше в торговые центры. Спасибо огромное, Инге Васильеву и представителю бюро вакцинации. К сожалению, мы не успели принять все звонки. Сегодня было очень много. Спасибо вам за активность, Инга. Спасибо вам за активность. Хорошего дня, на связи. До свидания. У нас небольшая пауза, после которой мы поговорим о кибербезопасности на примере участившихся случаев попыток разводок. Разводок. О них поговорим через несколько минут.